В Комсомольском и Батаревском районах выявлены вспышки птичьего гриппа. Какие меры борьбы с опасным заболеванием необходимы, сегодня обсудили члены эпизоотической комиссии. Уже известно, что в обоих муниципалитетах пало 60 птенцов-бройлеров. Опасения подтвердились, птица была заражена. Биоматериал отправили в специализированную лабораторию. Необходимо подтвердить конкретный штамм гриппа. Невыясненным пока остается вопрос, у кого именно приобретали птицу. Будут вестись расследования. Те предприниматели, которые продавали без ветеринарно-сопроводительных документов, они, конечно, будут вычислены и наказаны, если такой факт подтвердится. Но пока, еще раз повторюсь, ведутся расследования. Что здесь хочется сказать? Обратиться к населению. Во-первых, никогда, когда продают в сельских населенных пунктах, без ветеринарно-сопроводительных документов, тем более в такую жару, в такую погоду, когда на улице жара и поет там непонятно, то холодную, то другой водой, иммунитет птицы падает. Поэтому такую птицу покупать просто не нужно. Реакция на тревожные сигналы последовала быстро. Специалисты изучают документацию бизнесменов, торгующих птицей, установленные угрожаемые зоны. Скоро будет введен карантин. Изымать поголовья пока намерены только в пострадавших от гриппа хозяйствах. В комиссии будет определена угрожаемая зона. Это в пределах пяти километров. И будет определена комиссия зона наблюдения. В угрожаемой зоне, это пятикилометровая зона для населения, хочу сказать, чтобы они не беспокоились, будут только проводиться мониторинговые исследования. То есть отбираться кровь, кровь отбираться, будет проводиться клинический осмотр. И будет исследоваться она у нас уже в лаборатории на наличие вируса или отсутствие вируса. Под наблюдение медиков 20 человек. Они контактировали с зараженной птицей. В Минздраве республики говорят, что здоровью людей пока ничего не угрожает. И на сегодняшний момент эти жители, которые контактировали, будут досматриваться ежедневно в течение 21 дня. При необходимости появления катаральных явлений будет применена неспецифическая профилактика. Это применение противовирусных препаратов. На сегодняшний момент противовирусные препараты в Министерстве здравоохранения Чувашской республики, в Чувашской республике, в двух районах в достаточном количестве. Поэтому я думаю, что на сегодняшний момент паниковать не стоит, не нужно и необходимости в этом нет. Для ветеринаров объявили режим повышенной готовности. Главная задача – не допустить заноса гриппа в другие районы и крупные хозяйства. Подготовлен план мероприятий по борьбе с этой болезнью. И также подготовим проект постановления, где будут определены как раз все эти зоны. Ситуация находится на особом контроле у главы региона. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.